В детстве я очень обижалась, когда меня называл папу казачкой, а когда я стала уже взрослой, поняла, побывала на родине отца, не только в городе Улюпинске, но и в станице Луковской, где он родился, я поняла, что это тоже какая-то безмерная совершенно история, и она очень, ну как бы, моя. Мне нравится жить в городе, я не очень страдаю по полям, по лесам, хотя очень люблю виды, но детство, вот в основном каникулы, я проводила как раз в городе с названием Улюпинска, которым часто говорят, что этот город из анекдотов. Единственное, что у меня первый год, наверное, очень сильно кружилась голова. Елена Анатольевна, да, добрый день, а где? Потому что вот эта кольцевая система построения Москвы, я до сих пор еще вот путаюсь. Как это так, ты вышел из одной точки, в эту же точку можешь прийти, а не уйти там на 5 километров вперед. Добрый день, у меня, извините, что я опоздала, дело в том, что просто поменяли аудиторию. То, что казалось негативным, начинает рассматриваться как позитивно. А вот по последним данным Семейной организации здравоохранения, молодость сейчас продлена до сколько лет? Семь лет. Семь лет. Семь лет. До сорока семи лет. Да, радуюсь. Вообще с домами-музеями, или как их часто еще называют, мемориальными музеями, это очень непростая история. Семь лет. У нас тут вся Третьяковка очень хочет идти на экскурсию. А это вот это, да, было укрепление? Ну да. Создание музеев, оно отчасти, наверное, очень близко к профессии режиссера. Потому что ты придумываешь, ведь об одном и том же человеке можно рассказать по-разному, одну и ту же пьесу можно поставить по-разному. То есть у нас вся вот эта стена, она будет выглядеть вот так законсервированно. Ну да. Значит, на эту стену у нас идет и проекция получается. Здесь смотрят альбомы, а потом поворачиваются, и вот мимо вот этой красоты идут туда. Все-все теперь стало понятно. Если я вижу какой-то там, допустим, заброшенный дом, и он чем-то привлекает мое внимание, безусловно, я постараюсь потом, придя домой, погуглить, узнать, кто жил в этом доме, для чего этот дом служил. Ну вот, кстати, здесь вот есть кирпичи с клеймами старые. Игорь, скажите, ну уже крыша покрыта так, что ни снег, ни дождь уже дома не родят? Ну да. Ну, ребенок всегда разбирает любую машинку, чтобы понять, как она создана. Уроки Леонардо, они, собственно, и были вот той первой попыткой соединить гуманитарное знание и, естественно, научное знание. Все, из чего художник создает свои произведения, он их создает не как музыкант или как писатель из воздуха, он их создает из совершенно материальных субстанций. Школа народной реставрации – это был мой, опять-таки, авторский проект. Это была такая образовательная программа для людей, которые хотят сохранять свои домашние реликвии. Мне всегда казалось, что человек может начать ценить что-то большое, когда он будет очень уважительно относиться к нечто малому и к своему. Ну, знаешь, он и тогда был не шибко игручий. Ты тебя узнаешь? Какие глаза большие? Глеб, ну ты же дома. А я дома с хвостом. Глеб, с хвостом хорошо. Я всегда видел, что у моей мамы все получается. В Волгограде, в музее, там, так, по ступенькам все здорово. По карьере, чем она занимается, это очень важно. Моя мама не очень любит рок-музыку. Она любит более мелодичную, спокойную такую классику, ну, то есть совсем классику. Рахманинова она очень любит. Я ей давал что-то слушать, и она такая, да, это здорово, но она вряд ли такой будет слушать. Какая у тебя была карта? Туз Буби. Туз Буби. Все колоды восстанавливаются, кроме Туза Бубей. Знаешь, что самое интересное? Потом, что с него это недостаточно. Видишь, Туз Буби делит мою колоду на две части, верно? И весь порядок колосс есть не только в том, что они лежат правильно, но одна часть полностью красная, вторая часть полностью черная. Как ты это делаешь? Самая обожаемая часть, когда я остаюсь одна и начинаю что-то читать. Желательно, если это, допустим, какие-то документы. Ну, то есть это вот полное погружение в материал. Вот колоссально получаю просто удовольствие огромное, если я просто читаю, читаю сразу несколько книг, сравниваю, делаю выписки и пишу тексты. Вот это, ребята. Я сейчас иногда, ну, может быть, кажусь занудой, но я иногда даже какие-то свои такие повседневные дела пытаюсь рефлексировать. Вот, а зачем я это делаю? На какую проблему это направлено? А что будет в результате? А какой будет, словно говоря, продукт? Когда вот такой момент наступает, когда прям вот иногда руки опускаются, и какие-то другие там не столь возвышенные проблемы начинают на тебя давить, хочется иногда вот просто уйти в какую-то раковину и занять более такую закрытую нишу и начать там работать над какой-то темой оставленной. У меня есть такая тема, которая оставлена сейчас. Эта работа не завершена, и здесь, в Москве, она могла бы продолжиться, в том числе и в Третьяковской галерее. Если ты любишь это, то, а к тебе не ходят, ну, может быть, есть на это какие-то причины? Стоит что-то придумать, ну, раз ты это так любишь, ну, очень хочется, чтобы об этом знали другие. Музей вначале должен быть придуман на бумаге, должен быть текст. Его называют по-разному, его называют концепцией музея или концепцией выставки. Он может развиться в сценарии экспозиции, то есть это когда еще все более детализируется, маршрутизируется. Это у нас не в рамках лекции, мы сделаем это как отдельное. Не, ну, не, сейчас выключишь, опять не поздно. Встречалась с рамками. Любое историческое пространство, оно только тогда работает, тогда оно хранит вот эту атмосферу своего героя, который ее создавал. Мне бы очень хотелось, чтобы, принимая в непосредственном участии, все-таки произошло реконструкция и открытие дома музея Павла Корина. Потому что он закрыт уже больше десяти лет, и этот герой вот мне сейчас очень интересен, потому что это судьба художника в двадцатом веке. О, на Рене, ура! А мы только начали. А мы стеснялись, Вадим? Нет, мы уже все перестали стесняться, стали такими актерами. Вообще в музее, на мой взгляд, да и во многих каких-то других вещах невозможно без команды. Ну, я вижу со своих позиций по одному. А люди, которые работают с наследием, с предметом, еще с чем-то дольше, глубже, они могут это видеть по-другому. Мы решили, что мы компонуем так, как нам кажется, с точки зрения пятна, размера шрифта. Нужно понять, что человека может привлечь в твоем проекте. Потому что, если твоего, там, коллегу твои идеи не увлекут, если он их не станет в какой-то части рассматривать как свои, то ничего не получится. Так же и наоборот. Сейчас уже все стены выровнены, пол залит, все такое крошечное. Но я вообще вот вчера в большом восторге была. Когда дом завершен, ставится экспозиция. А Полинарий Веснецов, допустим, очень человек был с характером. Есть такая история о том, что он в свое время выгнал из своей мастерской Маяковского. Потому что там тот похулиганил. Взял и написал цветы черным цветом. Спустя много лет, когда Маяковский пришел в эту квартиру, Аполинарий Михайлович сказал, что он не принимает. Он его не принял. Люди, которые были хозяевами и создали эти пространства, у них у всех были свои характеры. У них у каждого был свой темперамент. У каждого были свои привычки. И, соответственно, эти привычки проявлялись во всем. В организации пространства, в выборе вещей, в режиме работы дома. Если это удается, тогда у нас есть возможность, чтобы посетитель, который пришел в такой дом, он вот это все смог ощутить, понять. Я в этой искренней вере, я просто поняла, что можно быть не только искусствоведом, который изучает какой-то там период или какого-то художника, какого-то определенного, но и вот эти свои знания полученные, новые, можно переложить в то, что будет интересно людям. Если бы не было тогда этого гранта, первого самого с уроками Леонардо, ну, наверное, 80% из того, что случилось со мной в жизни и в профессии, не произошло. Мне, наверное, очень повезло. У меня не было такого ощущения, что вот я иду на работу, какой ужас, какой кошмар. Неважно, музей это был или преподавание. Когда меня спрашивают, ты куда идешь еще в Волгограде? Я всегда говорила, я иду в музей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok